В эфире программа День города в студии Натальи Новикова. Здравствуйте! Как всегда, наши авторы поделятся с вами самыми интересными и актуальными новостями. Сегодня вы увидите Ложная тревога. В центре Рязани работали кинологи и взрывотехники. Главный госинспектор ЖКХ посетил наш город. Спасем лошадок сотрудники конезавода, что в Рыбновском районе организовали сбор подписей в защиту своей организации. И обо всем подробно. Сегодня днем рязанская полиция оцепила участок на улице Есенина, где в районе уличной ярмарки нашли бесхозную сумку. На месте события побывала Алена Куколева. Сообщение о том, что на пересечении улицы Есенина и Радищева на обочине дороги оставлена бесхозная женская сумка, поступило в полицию сегодня примерно в 11.30 дня от очевидцев. Первыми на место прибыли пожарники и полицейские, которые незамедлительно оцепили прохожую часть. Специалисты не сочли необходимым прерывать автомобильное движение, и транспорт двигался в обычном потоке. Затем приехали взрывотехники и кинологи. Овчарка обнюхала подозрительный предмет со всех сторон, но не подала сигнал о тревоге. Паники среди прохожих не возникло, поблизости продолжала работать уличная ярмарка. При обследовании подозрительной сумки ничего опасного обнаружено не было. Как выяснилось позже, в бесхозной сумке обнаружили документы. Они могут принадлежать женщине, которую накануне госпитализировали в больницу, и в спешке сумку просто забыли на улице. Сотрудники полиции выражают рязанцам благодарность за бдительность и просят соблюдать спокойствие и выдержку. Вместе с тем стоит упоминуть о том, что имеет место случай заведомо ложного сообщения об актах терроризма. Напоминаем, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы. В каждом районе должен быть сформирован необходимый резерв на случай аварии в ЖКХ. Такое заявление губернатор Рязанской области Олег Ковалев сделал 24 ноября в ходе расширенного заседания регионального правительства. Аварийные ситуации на объектах жилищно-коммунального хозяйства, такие как прорывы теплотрасс или водопроводных труб, губернатор назвал проблемой особенно болезненной для населения. По его словам, для того, чтобы такие проблемы минимизировать и иметь возможность оперативно устранять, в муниципальных образованиях следует создать запас материалов и оборудования, требующихся для проведения ремонтных работ, в том числе глубинных насосов, труб, арматуре. Два-три насоса, значит, там две-три тонны труб различного диаметра, значит, и с десяток задвижных запорной арматуры, значит, они позволят быстро реагировать на возникающие ситуации аварийные, быстро их устранять, с тем, чтобы люди меньше чувствовали неудобств от того, что у них вдруг воды нет или там что-то случилось с теплотрассой. Поэтому я прошу, проработать в этом вопросе. Шаукад Габбулхатович и Матюхину, значит, необходимо подготовить и внести предложение сюда по нормированию этих резервов, которые должны быть на случай аварийной ситуации. Надо изменить эти нормативные акты, давайте мы их поменяем. Потому что я, например, все время обращаю на это внимание и региональный резерв мы создаем, и он у нас есть. Но муниципалитеты должны тоже этим заниматься. Это совершенно небольшие деньги. В рамках рабочей поездки главный государственный жилищный инспектор Андрей Чибис осмотрел в Рязани подлежащий расселению аварийный фонд и дома после капитального ремонта. Чтобы убедиться в добросовестности проведенных работ, инспектор пообщался с жильцами, а также лично поднялся на новую крышу. Вчера в Рязань с рабочим визитом прибыл заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ главный государственный жилищный инспектор Андрей Чибис. В рамках поездки он провел совещание по вопросу передачи в концессию имущества систем водоснабжения и водоотведения города. Открывая заседание, Андрей Чибис выразил мнение, что концессия является спасением для Рязанского водоканала. Он также добавил, что сейчас в России уже работают 535 концессий. В рамках визита в Рязань замминистра также посетил 9-квартирный аварийный дом номер 32 на улице Радищева, который расселят до 1 января 2016 года и побывал в новом доме номер 90, корпус 1 на улице Большой, построенном как раз для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Лично побеседовав с жильцами на Радищево, Андрей Чибис убедился, что табличка о расселении дома появилась на фасаде уже давно и все в доме знают, куда они переедут из подлежащего сносу здания. Также замминистра строительства и ЖКХ посетил дом номер 9 по улице Циолковского, крышу и фасады которого капитально отремонтировали летом. Чтобы убедиться в добросовенности проведенных работ, Чибис пообщался с жильцами, а также лично поднялся на новую крышу вместе с региональным министром ТЭК и ЖКХ Валерием Матюхиным, начальником региональной госжилинспекции Иваном Мироновым и генеральным директором фонда капремонта Игорем Квышниным. В Рязанской области в части реализации этой программы у нас претензий нет. Более того, темпы очень неплохие и показатели по прошлому году и темпы этого года свидетельствуют о том, что программа будет выполнена в установленный срок. По крайней мере, я на это надеюсь. Мы с вами сможем зафиксировать результаты по итогам этого года сразу после новогодних праздников. Подводя итоги, Андрей Чибис похвалил Рязанскую область за качество работы и назвал регион одним из лучших в стране по реализации госпрограммы расселения из аварийного жилья. Роман Дворецков, Денис Беляев, телекомпания «Город». Рязани присвоено звание «Город воинской доблести». Соответствующее распоряжение подписал губернатор Рязанской области Олег Ковалев. Почетное звание присвоено за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками Отечества при защите города в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Официальные мероприятия, посвященные этому событию, в Рязани пройдут с 25 ноября по 9 декабря. В нашем городе пройдет целый ряд мероприятий, посвященных присвоению Рязани почетного звания Рязанской области «Город воинской доблести». План был озвучен сегодня в город администрации. В целях информирования рязанцев о предстоящем присвоении нашему городу, теперь уже состоявшемся присвоении нашему городу почетного звания, подготовленных ролик для трансляции на видеоэкранах города, информация сегодня будет размещена на сайте правительства, на сайте городской администрации, на сайтах всех учреждений социальных, сферных и предприятий города Рязани. Готовятся и уже в средствах массовой информации, печатаются и показываются на телевидении видеоматериалы и публикации о ветеранах Великой Отечественной войны и участниках событий при фронтовой Рязани. В Рязани будут проходить тематические выставки, встречи с ветеранами и патриотические акции. Кроме того, в честь знаменательного события 3 декабря на базе кинотеатра «Октябрь» планируется провести кинофестиваль под названием «Я помню». Памятные торжества пройдут по всему городу. Одним из наиболее значимых станет возложение цветов и гирлянды к мемориалу Победы 5 декабря. Церемония Рязани будет посвящена 74-й годовщине начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских в битве под Москвой. В этот же день у Рязанской филармонии развернется историческая инсталляция на тему «Рязань прифронтовая». Театральные и молодежные концерты, тематические вечера, школьные спектакли – это далеко не весь список. Уже полюбившаяся рязанцам акция «Городской автобус на военную тематику» будет проходить 4 и 5 декабря. Ну и приятным дополнением ко всему перечисленному станет поздравление каждого рязанца с помощью СМС-рассылки со столь знаменательным для всего города событием. 5 декабря, в день учения почетной грамоты, каждый рязанец получит поздравление и своими городами звания города «Городской доблести». Ну а узнать более подробную информацию о датах и времени проведения мероприятий вы сможете на сайте администрации и на всех городских информресурсах. Немного криминала. Дружба-дружба, а праздники все же нужно отмечать осторожнее. 21 марта два гостя из ближнего зарубежья отпраздновали праздник весны Навруз. В итоге один из них мертв, второй ждет приговора суда. Подробности у Олеси Харлиной. В тот роковой день двое граждан Республики Узбекистан тоже собрались вспомнить добрые традиции. Вагончик, в котором они временно жили, располагался на территории одной из пилорам в Рыбновском районе. Вот это моя койка, здесь я сплю. Где находился? Комаэль-Комаэль-Ледина, вот там находится, напротив. Следствию долго пришлось разбираться в деталях, учитывая, что для проверки показаний специально пригласили переводчика. Стоит заметить, что обвиняемый и его погибший товарищ никогда ранее не привлекались к уголовной ответственности, крайне редко напивались и не вызывали особых нареканий. Что удивительно, они были очень хорошими знакомыми. То есть из Узбекистана они приехали вместе на заработки, знали друг друга с детства, общались с семьями. И вот так произошло все неожиданно. По словам обвиняемого, причиной его поступка стали невинные шутки, которые показались обидными. И ссору начал погибший. Он удары наносил он стоя, а на столе еще были бутылки напитки, пластиковые бутылки. Я просто суда-то это сделал, вот так сделал, и еще один удар меня дал, я сюда упал, вот так вышел. При помощи макета ножа сможете показать? Хайдиот, Кендовчок, просто ты бери. И хлеб стоял, на хлебе стоял вот так, или вот так как-то стоял. Единственный ножевой удар оказался смертельным. Пострадавший скончался еще по дороге в больницу. Теперь его давнему приятелю придется долгие годы провести за решеткой. Отбывать наказание будет на территории Российской Федерации. Сейчас уголовное дело направлено в суд, рассматривается по существу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Этого вполне хватит, чтобы ответить себе на вопрос, стоила ли шутка жизни человека и собственной свободы. Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института коневодства организовали сбор подписей с целью спасти конезавод и его обитателей. Дело в том, что Манеж, на котором несколько лет назад тренировались десятки спортсменов, закрыли. Лошади попросту простаивают без дела. На просьбу о помощи отреагировало почти 3000 человек. Иван Крестьянинов побывал на месте событий. Во Всероссийском научно-исследовательском институте коневодства вновь неспокойно. Буквально недавно там, после жалоб в администрацию президента прошла прокурорская проверка. А теперь в интернете началась кампания по сбору подписей на имя главы государства с просьбой остановить разрушение в НИИК и прекратить издевательство над людьми. На сегодняшний день, с ноября месяца, так как мы перешли уже на зимний период, Манеж института коневодства закрыт на ремонт по надуманным причинам. Якобы он аварийный, но на самом деле это не так. Лариса Борисова, это она, написала эмоциональное воззвание. Показывает нам призы и медали, полученные ее учениками на международных соревнованиях. Тренер высшей категории, кандидат биологических наук и международный судья. Она уже не первый десяток лет готовит чемпионов. Но последние годы, признается, работать стало невозможно. Конфликт с руководством института возник у нее давно. Но последней каплей терпения стало закрытие для тренировок крытого манежа. Ну, в первую очередь, мы бы хотели добиться, чтобы нам разрешили заниматься. Нам, нашим детям. Потому что в настоящее время наши лошади теряют кондиции свои спортивные. А уже в начале декабря у нас соревнования. Манеж закрыт под предлогом, что там проводятся ремонтные работы. Внезапно, недавно отреставрированное здание стало аварийным. Для порядка в манеже установлены строительные леса. Но на момент приезда нашей съемочной группы, людей, работавших на них, мы не обнаружили. Впрочем, как говорит Лариса, здесь их и не было. Как рассказывает тренер, так и во всем. Такое ощущение, что у руководства института развернута с ними настоящая война. И театр военных действий расширяется с каждым годом. Вот только как это сказывается на работе учреждения, может рассказать московский тренер. Ничто здесь уже не устраивает. И дети были, и дети разбегаются. Ездить практически негде. Заниматься невозможно. Секции существуют только на словах. Ставка тренера тоже есть. Никто не использует. Поэтому все очень грустно и скучно. И скоро совсем, наверное, ничего не останется. Потому что детей и так в спорте нет. Если обратиться к цифрам, то до 2001 года в НИИ коневодство занималось более 50 человек. Четыре года назад их количество составляло уже 20 человек. Сейчас желающих тренироваться в таких условиях осталось четверо. В настоящее время дети сотрудников института, желающие заниматься конным спортом, ну просто лишены этой возможности. Закрыты пони-клуб и спортивная секция. Мы просили руководство института объяснить происходящее. Но наши вопросы так и остались без ответов. Тем временем петицию Ларисы Борисовой всего за неделю подписали более 2,5 тысяч человек. Иван Крестьянин, Денис Беляев, телекомпания «Город». И на сегодня это все новости, которыми мы хотели с вами поделиться. Смотрите далее программу подробностей и прогноз погоды. А программа «День города» прощается с вами до завтра. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова